здравствуйте дорогие друзья канал ирина дача я ирина красовская ну что ж не успели так сказать мы и дачные участки свои на отдых закрыть а работа у нас уже опять началась в данном случае у меня на сегодняшний день у нас 15 декабря 2021 год и я уже начала сеять эустому вот я вам хочу показать у меня уже одна плошка есть и была высеяна 6 декабря почему по датам так я разбирала потому что я конечно же зашла в календарь садовода огородника и на всякий случай посмотрела какие же дни у нас благоприятные вот и благоприятные дни оказались 6 декабря это точно и 14 15 16 число тоже благоприятные дни для посева семян и овощных и цветочных культур но так я занимаюсь конечно цветочными культурами в этом году я решила пораньше посеять эустому обычно я сеяла ее где-то в конце декабря начале января и зацветала она у меня конечно же в августе и сентябре вот август сентябрь такие уже конец августа начало сентября очень обильное цветение было но мне хочется пораньше пусть она пусть она даже на полмесяца пораньше начнет свести поэтому в этом году я буду экспериментировать то есть вот первый такой уже заброс семян у меня был 6 декабря я знаю что еще и раньше некоторые высевают тоже с ноября месяца но вот у меня уже посеяны семена конечно же все подписано на трофейные таблетки сею я на одну таблеточку по несколько семян потом я их пикирую уже отдельно в горшочке но вперед забегать не буду и хочу сказать что уже семена некоторые семена уже взошли уже даже появились первые пара первых листочков просто не настолько маленькие что конечно их не видно но может в конце фильма я вам их покажу сейчас просто настроена камерой и не хочется мне ее пока сдвигать с места 10 дней всего понадобилось для того чтобы семена взошли это можно сказать очень быстро почему я вам скажу то есть надо обязательно создать температурный режим то есть это тепличка мини тепличка вот я вам потом покажу ее поближе и фитолампа вот без фитолампы конечно будут намного дольше сходить они а фитолампа позволяет удерживать нужный режим температуры тем более ночью я не выключаю фитолампу поэтому семена посмотрите 10 дней и они уже взошли сейчас я убираю испарину с крышечки свои мини теплички это надо делать тоже обязательно регулярно вот чтобы но не появились не какие-нибудь заболевания вот я перенесла это все дело на кухню здесь теплее обязательно градусник и я вам сейчас покажу смотрите температура видите держи надо держать температуру 22 ну 20 22 23 градуса и еще все будет окей и так давайте я покажу какие в этом году буду сеять семена эустомы я уже подготовилась значит так что я хочу сказать многие производители предлагают нам где 5 семян 5 семечек эустомы они очень мелкие конечно не гранулированные я же студирую пораньше конечно все до того времени когда будут раскуплены все семена семена конечно же у нас в продаже в интернет-магазинах в основном российского производства они могут быть японская селекция но все равно фасовка будет российская белоруссии также есть семена но я еще как бы не выходила не смотрела в общем мне они еще не попались именно белорусского производства семена вот значит как обычно в прошлом году я сеяла семена серии magic вот посмотрите серия magic видите цена стоит белорусская здесь белорусские рубли то есть 3 рубля 60 копеек на что я обращаю внимание обязательно я смотрю вот здесь вверху обязательно высота и размер цветка потому что некоторые меня спрашивали как что и где и как в общем хочу показать что производители обязательно должны все указывать все все качество растения то что предлагается какие предлагают здесь именно сорта и посмотрите на обратной стороне краткое содержание именно описание самого растения потом как производить посев как производить общем агротехнику и здесь тоже все написано также обязательно должно быть вот посмотрите написано 10 драже пусть на рубль дороже но это все равно выгоднее покупать чем вы купите 5 семян вот у меня тут есть для примера я вам сейчас покажу в этом году у меня вот новая эустома она для меня не новая но для вас я покажу потому что эти семена именно вот красные эустомы я уже сеяла и хочу сказать что именно этот сорт это написано японская селекция крупноцветковая и называется арена red крупноцветковая серия так понимаю арена red ну понятно что красная значит посмотрите вот здесь сразу пишут количество семян пять штук обязательно вы смотрите на год упаковки и вот год упаковки или сбора урожая еще может быть 2020 и срок реализации 2024 хочу сказать что чем свежие семена тем лучше но из практики могу сказать что у меня даже были залежавшиеся такие ну потерявшиеся пакетики какие-нибудь там семян или допустим пробочки иногда остаются там семена у меня не все входили именно вот но не хватало таблеточек я вам говорю что они все равно всходили вот не было такого чтобы вот но не взошлись именно ну они все равно сходят но это у меня было так и так этот сорт что я могу сказать также он зацветает позже чем остальные вот именно наравне вот с этим сортом этот сорт вы уже видели пожалуйста еще посмотрите кто не смотрел мои фильмы описание сортов и я также в ролике показываю все цветы которые я выращиваю это серия на сегодняшний день эй бисе blue rim написано серия и бисе но обычно у меня была тоже серия magic но в этот раз мне не попалась серия magic именно вот белая с фиолетовой каймой но учитывая что именно вот белая с фиолетовой каймой не очень крупный цветок то есть если у меня было до 9 10 сантиметров некоторая расцветка эустомы то именно вот эта расцветка где-то 6 7 сантиметров но из-за такой очень шикарный именно расцветки все равно эстома это красиво этот же цветок был еще меньше не знаю как в этом году то есть в следующем году можно сказать сезонный сезонный год этот мы посмотрим какой же будет размер цветка 7 8 сантиметров производитель указывает но хочу сказать что все-таки цветочек было намного меньше ну и во всяком случае здесь всего лишь 5 семян пару пакетиков я купила не ярко-красная она больше уходит в такой малиновый цвет ну посмотрим у меня был не помню какая была серия эта серия арена посмотрим что же они нам предлагают но вот вкратце вам описала именно вот этот сорт цена не стоит но принципе наверное цена будет где-то около трех рублей тоже опять-таки же посмотрите этот же фасовщик именно этот же фасовщик российская компания но предлагают уже 10 семян посмотрите вот 10 семян то есть это очень хорошо и 21 год сбора урожая или фасовки и 24 срок реализации вообще это очень хорошие семена я конечно просматриваю все семена потому что у меня бывают такие семена которые еще и там девятнадцатый год я все равно их посею ну и этот же вот фирма поиск посмотрим тоже abc yellow в этом году буду сеять но это как шампань я бы сказала шампань тоже красивый цвет единственный цвет я не покупала это зеленый потому что посмотрите мой ролик последний про эустому я была недовольна расцветкой лучше уже вырастить белую эустому чем такую вот салатовую как-то белая все-таки была красивее и цветы и цветок крупнее и махровия чем салатовая общем кто ни разу не высевал такой такой сорта семена можете посмотреть опять таки же вот смотрите это же компания 10 семечек ложек 10 дрожжей это тоже очень как бы выгодно вот и уже в этом году я решила эхо посеять семена вот я купила посмотрите 280 если те семена предыдущие были 360 где-то вот серия magic посмотрите цена стоит 360 то это серия 280 то есть ну как бы нормально да почти на рубль но смотрим 19 год 2019 год год урожая год упаковки 2019 10 дрожжей то есть магазин все равно предлагал предлагал эти семена магазин не скрывал о том что именно вот год упаковки и год урожая 19 то есть это уже мое личное желание в интернет магазинах тоже должны смотреть чтобы вас не обманули что там допустим вообще не пишут год урожая вы можете конечно в комментариях спросить у них какой же год и какой год реализации чтобы вы не попались на семена которые уже просрочены хотя я вам скажу что вот я допустим не боялась мои семена лично были просрочены и они сходили главное создать им хорошее условие и так серия эхо очень хорошая именно букетная очень хорошая серия эхо высеваем ее тоже шампань но почему-то здесь она как абрикосовая что-то уже именно вот эта компания престиж как-то не очень хорошо подобрала картинку для этих семян желтая посмотрим какая будет желтая потому что последнем ролике желтая была все-таки не яркая желтая такая именно тоже кремово шампань расцветка так и в этом году решила немножко посеять буквально пару пакетиков именно вот в синей так как она букетах не очень хорошо смотрится она пониже обычной букетный которые вот нам производитель около 70 80 но пишут что 70 сантиметров посмотрим но как-то у меня всегда была пониже она может быть новый производитель престиж семена японская линия может быть все таки будет высота и побольше ну конечно она смотрится только уже именно букете составляя со светлыми и конечно же вот с белый белую обязательно magic смотрим смотрите вот урожая 19 фасовка 20 реализация 23 очень очень хорошо оформляет агроника агроника санкт-петербург те же самые семена которые я и в прошлом году сеяла семена я практически никогда не оставляю всегда покупаю новые каждый год своих семян я тоже не собираю потому что ну мне это просто не то что не интересно не хочу я потому что у меня как бы и земли мало на это место я сразу высаживаю какие-то другие растения поэтому некогда мне заниматься семенами ну и принципе я всегда довольна семенами фу-фу-фу чтоб не сглазить никого и так вот смотрите видите какие сорта я в этом году буду сеять семена что еще будем для этого делать сейчас я вам покажу кто не видел мои предыдущие фильмы я покажу что я пользуюсь вот такими мини тепличками именно для проращивания семян очень удобно она маленькая компактная так и так как я этими тепличками пользуюсь регулярно каждый год поэтому конечно же я дезинфицирую дезинфицировать можно помыть хозяйственным мылом хорошенько и высушить или обработать спиртом в этом году я обработала спиртом потому что они у меня практически чистые крышка мини теплички обязательно не забываем делать отверстия каким-нибудь горячим металлическим предметом я делала значит на газовой плите нагревала спицу старую и проделала отверстие отверстие очень хорошо чтобы не собирался конденсат иначе вам придется очень часто все это конечно убирать а так все-таки воздух но попадает в тепличку и все будет окей так тепличку я подготовила теперь что торфяные таблетки именно торфяные не кокосовые кокосовые не люблю честно вам скажу вы подбираете торфяную таблеточку под вашу тепличку но если у вас даже нет теплички вы можете каким-нибудь там пищевым контейнером пользоваться с крышкой открывает закрывает тоже это можно но так как у меня тут все цивильно я в общем то вот смотрите подбираю это торфяную таблеточку именно по размеру так как она набухнет и она в общем то будет не будет шевелиться если будет таблеточка намного больше вам будет тяжело и вставить мини теплицу но смотря какая она у вас если у вас там широкие гнезда то конечно она подойдет так у меня размер 2 и 7 то есть два сантиметра 70 миллиметров иногда три сантиметра я пользуюсь торфяной таблеткой я их подготовила сейчас для того чтобы они набухли так немножко подогреем воду водичка должна быть горячая почти кипяток но не почти кипяток но если даже и кипятком вы прольете таблетки я думаю что они только обеззаразиться будет очень хорошо есть но потому что такой воде холодной они практически не наука ну или долго набухают а вот когда горячая вода ну потому что 100 градусов я не заливаю такой водой вот пускай 80 там градусов будет вода она закипит чуть-чуть должна постоять и это будет все окей вот и почему я поэтому пользуюсь металлической именно посудой вот я выложила приблизительно сколько ну чтобы им было удобно набухнуть вот таблеточкам сейчас водичка подогреется можно дезинфицировать фитоспорином но я так думаю если вы будете заливать горячей водой то все бактерии нужные фитоспорине погибнут потому что это все-таки органическое средство такое в моем случае я пользуюсь марганцовкой я ее уже развела марганцовка может быть любого цвета которую вы разведете и вы уже будете смотреть я просто добавлю туда в воду сейчас не водичка немножко нагреется пока я вам рассказывал о семенах водичка немножко подстыла вот ну а так конечно подготовимся оденем перчатки я вам дальше покажу что я буду делать с таблетками вот как семена высевать я уже вам показывать не буду смотрите мои ролики это делается очень легко уже на готовые выставленные таблеточки я бы но я накладываю семена конечно рукой не получится поэтому берете обязательно зубочисткой кончик намочили и взяли этим кончиком семечку семечки гранулированные и хорошо видно ну а семечки конечно же я беру и высыпаю в блюдце вот кому это интересно пожалуйста смотрите мой плейлист под названием эустома и там много роликов на одну таблетку как я вам показывала сейчас пока вода нагревается поближе покажу я не знаю будет ли вам видно но вот они уже проросли и итак я еще все равно сейчас именно я все равно все семена не буду высевать я решила в этом году поэтапно их посеять то есть вот я посеяла их 6 декабря и посею сегодня 15 декабря и оставшиеся я посею в конце декабря так очень мне хочется вам показать что семечки уже прорастают смотрите 10 дней ну если видно не видно сейчас попробуем сфокусировать ну вот видно что зелененькие такие листики вот здесь вот может быть хорошо будет видно в общем то вот это гранулы выкладывается именно на мокрое именно на мокрую эту таблеточку бывает что дрожжи сразу распадается а бывает что очень долго держится но я хочу сказать что я помогаю допустим я не люблю когда дрожжи лежит пока она растает потом пока пробьется именно вот росток когда выложили именно на мокрую таблетку желер сама вот эта гранула сама растаяла и все просто кончиком вот этой зубочисточки нажали и все и это ускоряет процесс прорастания так водичка закипела практически я сейчас продолжу рассказ про таблетки так ну вода у меня не кипяток я чуть-чуть подогрела смотрите сейчас вот я хочу показать ну во первых это очень быстро впитывается вся вода все-таки немножко вода у меня горячевата получилась я тут заговорилась но не страшно зато дезинфекция прошла конечно же на горячую таблетку ничего выкладывать не стоит надо дать ей остыть но если она будет чуть-чуть теплая то семечку будет приятно главное чтобы она была мокрая чтобы именно вот драже само растаяло так как я говорила что я хочу еще добавить и марганца вот я немножко взяла в спринцовку и вот так вот добавлю таблетка все равно впитает все хотя в горячей воде тоже марганец изменяет и цвет но во всяком случае все равно в процессе роста и в процессе именно вот вегетации все равно будем еще обеззараживать и землю и растения ну у нас как бы появилась тут немножко осталась вода но это не страшно хорошо было бы ее слить так ну обычно я сливаю лишнюю воду так подержим так нормально ой наши таблеточки такие все живенькие мокренькие нормально надо чтоб они немножко остыли итак почему я вот хочу пусть таблеточки остынут я сейчас с вами немножко поразговариваю почему я именно хочу вот частями высеять семена ну во первых я немножко увеличиваю площадку с эустомой во первых легче будет я так думаю что надо же еще пикировать будет каждое семечко поэтому чтоб сильно себя не загружать работой это будет поочередно и все таки я хочу добиться чтобы цветение было не однократное такое сразу знаете бывает что вот как зацвело сразу много а я хочу поэтапно попробовать чтобы вот эустома цвела допустим поэтапно вот зацвела одна часть потом зацветет другая часть то есть растянуть именно цветение вот этого прекрасного цветка мне вот так вот хочется попробовать хотя конечно я эксперименты ставила и на гладиолусах но тут уже вы знаете я вообще хочу сказать что природу не обманешь я сажала высаживала луковицы гладиолусов даже в апреле под спонбонд потом допустим в мае потом в июне но можно посадить я знаю есть знакомые которые даже в июле высаживали гладиолусы тогда уже конечно цветение запаздывает и оно уже до конца сентября начало октября даже гладиолусы цветут хотя уже как бы в конце сентября хочется их и выкопать дело в том что просто может не нарасти луковичка и детки не сформироваться ну достаточно такой размер поэтому конечно поэтому мы еще высаживаем луковицы гладиолусов и пораньше потому что после срезки не менее чем 50 дней надо чтобы растение ну луковичка поросла и на ней образовались детки чтобы они тоже достойный размер выросли и вот я допустим высаживала их в апреле все равно они зацветают там в конце июля начале августа то есть гладиолус очень обильно цветет именно в августе месяце посадила в мае все равно они в августе месяце посадишь в июне ну конечно уже они срок допустим цветение отодвигается он может быть сентябрь где-то короче чем дальше но тогда луковичка не успевает вырастать то есть природу не обманешь вот если раньше сажаешь какое-нибудь там растение все равно он зацветет вот ему положено цвести в августе он будет вас в августе цвести он в июле не зацветет я это пробовала и с георгинами то есть вот он раньше зацветет пожалуйста сажайте там где-нибудь в горшочек его потом вы высадите Ну ему положено этот осенний цветок вот он должен цвететь в августе не в июле он у вас и не зацветет это если только ранее сорта тогда да А если ему положено цвести, в начале сентября он и будет цвести. Ну ладно, хорошо, вот смотрите, таблеточки уже остыли. Что я дальше буду делать? У меня очень удачные таблетки, посмотрите, они очень культурненько сделаны. Ничего не распадается. По цене я тоже не смотрю, что там большая цена и все. Нет, я выбираю также, чем подешевле, конечно. Конечно, вот смотрите, я немножко вот так вот сдавила и вытекла лишняя вода. И тем более я его так еще и током даже сформировала. Так как я выкладываю на таблеточку не одну семечку, потому что семян у меня много. И если я буду по одной выкладывать, у меня места не хватит, можно сказать. Можно, конечно, выращивать, пожалуйста. Но я все-таки предпочитаю вырастить в грунте растения. Вот, все равно, вот у меня даже знакомые тоже давно высаживают, сеют. Тоже, допустим, даже могут одну семечку положить на таблеточку. И все равно потом они их несколько раз пикируют. Вот смотрите, я убрала верх аккуратненько, ножничками. Очень хорошая таблеточка, вообще по качеству попались, великолепная. Все. Можно даже таблетку еще разделить и пополам. Пополам. Но так как я вот ее так организовываю, вот она ее так делает ей форму. То есть я уже не делю пополам. Если бывают такие таблетки прямо длинные такие выпадают, то вы можете, конечно, ее и поделить пополам. И смотрите, вот я таблеточку поставила. Все, прям по размеру шикарно. И так все. И лишнюю воду чуть-чуть, вот я вам показываю, смотрите, как вот. Оба. Прям чуть-чуть вот так вот, все. Таблеточка должна быть мокрая. Внизу вообще ничего не распадается, прям шикарно все. И так же вот беру. Это обыкновенный нетканый материал. Потому что я даже, знаете, что выкладываю по 5-6 семечек. 5-6 семечек. И меня это устраивает. Я потом аккуратненько пинцетом беру их и все пикирую. Вот, все, моя таблеточка готова. Так вот, будет видно вам. Видите, я выкладываю их уже. Ну, с первого раза вся не получится. Но все равно вот. Вот, а кокосовые таблетки, они, может, тоже неплохие. Но вот именно помол этой таблеточки самый очень крупный. Поэтому как-то я не очень люблю. Хотя, вот, допустим, кокос я покупаю. И когда делаю грунт уже для пикировки, именно вот эостомы, я добавляю. Во-первых, очень хорошо влагу держит. Именно вот этот кокосовый грунт. Еще хорошо, допустим, в кокосовом грунте я проращивала георгины. Не проращивала, а я их черенковала. Тоже очень хорошо. Именно в кокосовом грунте. Ничем не мешая. Потому что для черенкования всегда нужно, чтобы была хорошая там влажная почва. Ну, все. Занимать больше вашего времени уже не буду. Так что начался новый сезон по выращиванию эостомы. Вы были на канале Ирина Дача. Я Ирина Красовская. Как всегда, я занимаюсь любимым делом. Выращиваю красивые цветы, из которых можно будет составлять букеты. Кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. У меня уже очень много роликов. Ролики не такие большие, не займут у вас много времени. Но, может быть, вы все-таки подчеркнете для себя нужную для вас информацию. А я желаю всем удачи. Спасибо. Спасибо.